братцы в общем пока мы тут стоим арестованные на таможне арестованы это образно говорю ждем сегодня понедельник 19 завтра досмотра с полной выгрузкой и конфискации товара с учетом того что вчерашний день мы полностью профилонили пролежали трупом на спальнике короче жду маршрутку спросил тут должна какая-то прийти моя таможня брателло решил поспать он только что ходил его маршрутка не взяла короче ну пьяный в хлам еще и курит в этот момент поедем в центр не знаю куда как это говорилось там будет не знаю как знаю на чем доедем поедем погуляем сейчас время где-то пол первого этим там денег пообедаем сегодня денек сами видите какой хороший солнце светит ветра нету тепло поэтому ждем транспортное средство маршрутку и поедем по моему площадь советов она идет я у парнишки спросил а там разберемся куда мы пойдем раз сегодня день у нас раз так вы раз так получилось ну что делать я не знаю что с ним делать ну что я ему куда я решу не по волоку никуда а я не маршрутку проспал мне не маршрутка так бусик какой-то короче ждем нет друзья не зря же говорят все что не делается все сделается к лучшему сегодня ну идеальнейший день для прогулок солнце воздух столица бурятии город улан-удэ центр площадь свободы ой советов свободы короче начнем мы вот с этого дядечки вернее с его головы если я не ошибаюсь а по моему я не ошибаюсь это самая большая голова данного гражданина априори ну выглядит внушительно да вам не кажется серьезный такой правда светлую дорогу светлый путь не указывает но как вам ё-моё даже сколько тут металла то не серьезный хочу крупнее не визу ну точно самая большая круто я тут так погуглил правда не знаю чё тут получится без гида конечно не очень хорошо ничего что получится то получится а это наверное какой-то местный короче начальство тут местная кучкуется но правительство министерство чё-то не сесть иностранных дел российской федерации интересно что он тут делать а это тоже находится а так там правительство республики бурятия вот здесь как он побольше выглядит чем тот который мавзолея лежит я в мавзолее видел его один раз колейку с пяти утра стоял класс ухо в седьмом классе завезла прикидываете в пять утра колейку заняли попали на на к нему часов в 11 даже в 12 а дети чё нам седьмой класс сколько нам там годков то было зато увидели целые сколько там поднялись прошли и вышли секунд тридцать ну минута ну то было еще в ссср так отель бурятия сидела ладно сейчас мы прикинем куда мы двинем дальше это что наверно какой-то театр площадь есть фонтанчики по идее были а вон там марка видите да скорее всего театр сейчас она будет посмотреть 1001 ночь а искусство принадлежит народу ну театр все верно то что искусство принадлежит народу так это факт вот тут какая-то арка шашлыков партерн гриль пока нам не надо пойдем эту арку посмотрим и потом решим куда нам дальше двигаться вернее гугла спросим время без 10 2 приехал в пол второго что это обозначает 20 21 июня 1891 года город верхнеудзинск и что что было 20 21 июня привезли ее сюда или что дар городу улан-удэ от ооо байкал фарм 300 лет всю городу 2006 год вот так вот расстояние от лучшей циклами не колени вообще протяженность маршрута и 1800 а где он начинается вообще это называется триумфальная арка царские ворота вот так так чё куда пойти куда податься кого найти кому отдаться увидите учебный корпус номер один богу только у нас у нас тоже есть богу у нас белорусский государственный университет а здесь бурятский государственный университет вот первому бурятскому ученому памятник дорожи бандзарова 1822 1855 молодой совсем 33 года было совсем мало позже вот а мы идем а вот учебный корпус номер два это был у нас театр уберятский театр оберы балета а мы сейчас пойдем они не скажу куда пойдем но цель есть и мы к ней движемся если кто местный не подсказывать вот интересно правда вот чувствуется дух буддизма очень много домов вот в таком стиле под буддизме тут украшается строится вот сверху особенно вон здание вот хватает таких я конечно утверждать не буду процентное соотношение но наверное по идее буддизм должен преобладать так что ты вообще никого куда я забрел куда-то завела нас лариса иванна я понимаю что цель-то у тебя есть но веду что меня к ней как-то подозрительно а это у нас получается бурятский деловой центр здесь это вот здание а тут же движняк смотри грузовики здесь ездят это наверное здесь алексей николаевич будет выезжать из улан-удэ когда только неизвестно прямо по курсу там у нас дальше селинга но к ней мы тоже выйдем но это пока не та цель селинга прилагается завод какой-то что-то делают тут паровозом там дружненько так чухают вот этот монумент называется юность бурятии честь 35-летия добровольного вхождения бурятии в состав россии да руководителей т.д.д.т. это нам неинтересно отсюда как бы не видно ну да там молодой парнишка на лошади лук стрелы без седла все дела все по-современному все красиво вот так выглядит грузовика можно вовсю татары ездят а у него еще и сопол в руке красавчик титан местный этот пятерочка без обид вот видите никуда специально ходить не надо самые крутые памятники попадаются просто идешь по городу гуляешь герой советского союза гвардия полковник борсой владимир бузинаевич бузинович бузинаевич не знаю могу ошибаться извините за ударение 1946-й-45-й получается в 45-м погиб вечная память да птички ой ема чуть наша прогулка не закончилась ногу подвернул но ничего вроде целая коллега ну а это братцы монумент мать брятий и вот все правильно как вот мне иван говорил видите через мост через селенгу с 7 до 9 и с 17 до 19 8 тонн ограничения будем знать теперь красивый татуя вот такие кисы здесь симпатичные нечего такой котик да получается как езжаешь с того берега слева переезжаешь а у нас сама селенга уже к самому берегу я спускаться не буду не потому что не хочу а потому что лень потом подыматься берега тут крутоватые вот мы все равно по нему будем ехать это однозначно по этому мосту вот надо запомнить с 7 до 9 и с 17 до 19 вот она красотка вот интересная речка вот посмотри одни острова вот сколько вот на нее не смотришь постоянно вся в островах по центру туда на островок да заехать шашлык машлык все дела так ну туда нам однозначно не нужно уже будем возвращаться туда к площади и там подумаем куда посунемся но первым делом по плану у нас сейчас обед время уже полтретьего сегодня был только завтрак в 6 утра поэтому уже пора идем еще пузную поздную еще и не путь поглушаем и дальше я думаю наверное пока до темна ну посмотрим как будет как настроение пока его хоть и нет зато вдохновение есть улица Ленина видите из автомобильной превратилась в пешеходную это что у нас тут такое змейка гида так я понимаю наверное как бы самый центр немецкая обувь нам не надо сбер бы найти вот я вот что-то подумал нам бы сбер не помешал бы свои дела в сбере сделать а можно было бы еще и в парикмахерскую заглянуть но это конечно не в центре немножко свернуть куда-нибудь парикмахерская не горит ее можно и когда стемнеет найти ну вот так вот там вот какой-то храм у нас впереди православный большой гуляем это мы вот оттуда спустились вот вон она арка вернулся обратно на площадь там зашел пяток бузов завалил сейчас иду довольный как слон насытый желудок ноги легче предоставлять хорошо тихо уютно правильно сделал что вчера не поехал сегодня намного более лучший и удачный день тем более все так сложилось кто-то над дядькой прикололся маску ему надел прикольно так а у нас еще музей истории города улан-удэ но мы конечно в музей можно было бы сходить на это тоже потеряем время а время уже как бы работает немножко не на нас до шести в этом доме купца первой гильдии города верхнеудинска а а ивана легонтовича голдобинно что-то останавливался цесаревич николай александрович будущий император россии николай второй а причисленный русской православной церкви к лику святых все теперь все понятно главный дом усадьба купца голдобина интересно ну я не пойду будет время в другой раз именно приеду сюда ради музея хочется побольше по городу походить а времени то остается уже пятый час еще час-полтора и все стемнеет а вот еще один паведник регионального значения усадьба меньшинкова состоит на государственной охране о с той стороны змеи с этой птички отель меньшиков вот так сколько всего предлагает тоже такой интересный архитектурный ансамбль данного храма внимания территория охраняется собаками вот так мы не пойдем все равно закрыто внутрь не пускают и погода начала портиться ветер стал подниматься не то чтобы совсем портиться вот так какой-то ветерок а мы куда-то зашли наверное в старинную часть вот тут видится дома еще такие древненькие не знаю теперь я нашел одно дело свое сделал которое мне было нужно наконец-то сейчас может еще парикмахерскую где-нибудь найду в городе привезем себя в порядок и я не знаю уже может быть почта может и будем по тихую домой собираться уже время почти пять скорость темнеет а еще одного серьезного дядьку нашел торгово-экономическим техникум вот так двигаюсь в сторону машины в принципе по этой дороге я ехал на маршрутке я в любом месте смогу загрузиться пока идем гуляем пока светло серьезный такой сейчас будем какой-то мост переходить там вон еще какой-то храб перейди там за мостиком в какие-то кусты залез залез то залез а как вылезть с этих кустов лиспла шершит ну такое осеннее настроение создаёт о кафе хуторок огонь вы посмотрите какое у него бурное течение это что за река это на вселенку впадает вот там дальше как-то неглубокое освещение освещение тут очень бурное освещение тут очень бурное наверное городской дворец детского творчества улица бабушкина у нас тоже улица бабушкина в Минске есть правда в промзоне торговый центр торговый дом Верхнеудзинск это так вот по этой вот идти и я как раз выйду там где я ехал ну да 1.116 регион мы не в Бурятии мы в Татарстане дальневосточный Татарстан вот как-то так ну что друзья наверное все на этом если вдруг что-то интересное увижу о еще сниму а так пойду я поищу парикмахерскую постригусь зайду в какой-нибудь сельпо ну что мне надо сельпо хлеб наверное надо подумаю что нам нужно да и все да я про дальневосточный Татарстан смотрите короче как-то так как как смог что увидел то показал ну в общем то с пользой делал время привели красиво понравилось интересно национальным колоритом пахнет хуй пахнет тут короче ощущение национального колорита присутствует на этом все не случится строго все спасибо пошли надеюсь завтра мы уже двинемся все-таки поедем вот вот еще государственный русский драматический театр не менее Бестужева вот до него добрел там еще памятник был советский и россиянским солдатам но на реконструкции там все разобрали пыль стройка поэтому к нему не стал подходить это я все парикмахерскую еще в одну зашел там колейка человек 15 говорил со мной будет я говорю мне спасибо и ушел не так критично я могу и не постриженный ехать темнеет уже все еще полчаса и будет темно это братцы монумент памятник герою россии молдару цыдлин жабу герои подводник молодой парнишка я читал про него молодой парнишка спас не только весь личный состав подлодки вообще возможно даже намного больше серьезную катастрофу которая могла произойти но при этом практически сгорел заживо но сам еще выбрался тогда почитайте про него алдар цыдлин жабов надеюсь я правильно фамилию произнес никого не хотел обидеть вот это настоящий герой я читал вечная память такому парню все равно вернулся к этому монументу тут наверно не один такой памятник может еще где то есть ну вот я имею только таким вот как алдар видите как красиво светится ветер 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 я знаю что ветер погода спортировалась тучей нагнала дочь по моему должен быть вечная память ну если тут идет реконструкция фамилии написаны и здесь вот и стену реконструируют в общем тут идет ремонт но на этом точно все всем спасибо за внимание я пошел на маршрутку и поехал в машину на дороге и в общем тут это что ты мне это Субтитры подогнал «Симон»